В конце минувшей недели москвичи и гости столицы отметили 81-летие ВДНХ. В честь этой даты главная выставка страны подготовила 81 мероприятие для гостей с самыми разными интересами. Программа была разделена на три блока – территория реального движения, территория реальных эмоций и территория реальных знаний. У павильона «Кыргызстан» представители Кыргыз-дипсервиса совместно с Кыргызской диаспорой организовали праздничный концерт. Рядом шла бойкая торговля кыргызскими сувенирами и национальными блюдами. Ну как вам наш пуктогульский кыргызский мед? Я вообще люблю крем-мед, очень вкусный мед. Нет, реально вкусно, очень вкусно. Вкусный мед? Кыргызи, как всегда, безупречно. Национальные коллективы, все такие нарядные. Такое настроение, очень много людей. И все очень вкусно, как всегда, и гостеприимно. Хочу вот ее приобщить, показать, что такое кыргызы. Вот специально привезла ей форму из кыргызи. Вам нравится кыргызская культура? Наш быт вы в Кыргызстане бывали? Нет, ни разу не был. Наш район Перова до 1991 года был побратим к Кыргызской ССР. Так что у нас, в принципе, у нас даже был кинотеатр Кыргызса, который сейчас сломали. Так что, в принципе, у нас это, у нас, в принципе, очень много в районе Кыргызсов проживает. Так что мы с ними постоянно контактируем. Тем временем внутри павильона работа кипит. Она не прекращалась даже в разгар пандемии. Все идет по графику. В ноябре этого года Кыргыз Дипсервис планирует сделать презентацию торговых площадок. А в начале следующего года состоится официальное открытие павильона. Мы практически на сегодня закончили 7-75% всех работ. На сегодня мы усиленно работаем над картушей, над коротной павильона. Сейчас проложены каналы для электросетей. В малом зале проведена электросеть. Потолки уже приведены в порядок. В большом зале ведутся активно работы. Вот, сами видите, леса. Здесь ведутся работы как над окнами, стенами, так и над потолками. Крупные компании заинтересованы в аренде торговых площадок в этом павильоне. Заявки уже начали поступать. Да, к нам обращаются много людей, в том числе это швейная продукция, это ювелирная продукция, серебро, это банковская система. Ну и в основном хотят здесь организовывать ярмарки, выставки. Сегодня на этом празднике ко мне уже двое подошли с предложением. Ну давайте открывайтесь, мы хотим у вас проводить выставку. Внутри здания будут расположены бутики, кафе. Посетители смогут ознакомиться с историей и достижениями народного хозяйства Кыргызстана.